Настоящий спасатель летчиков именно этим и занимается уроженец Карачаева-Черкесии, подполковник, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Рустам Магомедов. Всего на его счету 50 спасенных жизней на территории спецоперации. С подполковником Магомедовым пообщался и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Главная задача оказать первую медицинскую помощь нашим боевым экипажам и спасти их жизни, отмечает подполковник, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Министерства обороны России Рустам Магомедов. Он является дважды кавалером Ордена Мужества, имеет медали Суворова и за боевые отличия. По словам подполковника Магомедова, он не просто руководит операцией спасения, но и принимает участие в боевых вылетах, демонстрируя твердость духа и мужества. Специфическое направление – это поиски спасения экипажей, потерпевших бедствия, то есть совершивших вынужденную посадку или вынужденную покидание воздушного судна. За полчаса до вылета мы уже знаем, куда примерно экипажи полетят и, соответственно, их сопровождаем на вертолетах. В случае вынужденного покидания подлетаем, способ десантирования определяем уже на месте от ситуации и эвакуируем экипаж. Родился и вырос подполковник Рустам Магомедов в Карачаево-Черкесии. Еще с детства он хотел служить родине, окончил школу на «Отлично», сейчас проходит обучение в Военно-воздушной академии в Воронеже. Первый свой орден мужества Рустам Магомедов получил за спасение российского летчика в военном конфликте в Сирийской Арабской Республике. Тогда военному спасателю было всего 24 года, а уже второй орден за спасение летчика в зоне СВО. Также были ситуации, когда экипажи совершили вынужденную посадку, но летчик попал в плен и мы, получается, оперативно его уже вытаскивали с этого плена. В случае Алана Датиева, героя Российской Федерации, мы его эвакуировали, тоже прилетели, мы его нашли там в поле, уже практически без сознания, ну, нашли без сознания, практически не было пульса, очень много потери крови у него было, у него было ранение, кроме как катапультировался, еще у него ранение было. Вылетая вместе с боевым летательным экипажем, мы всегда готовы в случае чрезвычайной ситуации оказать помощь нашим летчикам. А порой бывало так, что когда сбивают наших, украинские нацисты специально посылают ложные сигналы, чтобы сбить нас. Но наш опыт и профессионализм позволяют определить их, уверяет подполковник Магомедов. Когда летчики летят на задание, когда знают, что поисково-спасательная служба их эвакуирует в случае их катапультирования или вынужденного покидания воздушного судна, у них, получается, уверенность появляется в выполнении боевого задания. Специальная военная операция идет, но, как сказать вам, это не просто так, поверьте мне, мы знаем больше, чем гражданские, это необходимо было остановить еще на той территории. Завершив обучение в военно-воздушной академии, подполковник Рустам Магомедов продолжит службу в зоне СВО, оказывая помощь нашим военнослужащим. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.